Итак, всем привет, друзья! Ответ на вопрос очередной. Cherry Tiga 4. Начнем, наверное, с механической коробки передач. Самая простая, так скажем. Механическая коробка передач. Ну, по поводу ее работы, как это все дело исполняется, я, наверное, рассказывать не буду. Вот единственное, здесь я, наверное, расскажу про трансмиссионное масло, которое нужно использовать. Трансмиссионное масло. Ну, здесь понятно, этикетки, все дела. Трансмиссионное масло используется здесь GL475W90, то есть синтетическое масло. Все. То есть замена в механической коробке передач, интервал замены масла в механической коробке передач один раз в 30 тысяч километров. Все, я думаю, на этом долго задержаться не будем. На механической коробке передач переходим к следующей коробке. И так, ТИГА-4 у нас получается коробка передач вариатор. Значит, вопрос был такой, есть ли фильтр в ТИГА-4, в ТИГА-7. Ну, вообще спрашивали про ТИГА-4, но на ТИГА-4 и на ТИГА-7 вариаторы стоят одинаковые. Поэтому сразу, как говорится, двух зайцев убьем. Вот он, фильтр. Фильтр. Он стоит внутри коробки. То есть рассчитан на весь срок службы, гарантийный срок службы, ребят. То есть это на 150 тысяч. Далее, если все-таки клиент будет владеть автомобилем и далее, то рекомендация, то есть раз 150 тысяч, все-таки это все дело разобрать, поменять вот этот фильтр, помыть коробку, соответственно, помыть блок с соленоидами. Ну, в общем, сделать полностью профилактику с заменой фильтра и, соответственно, залить новую жидкость. То есть этот фильтр, грубо говоря, рассчитан на 150 тысяч километров. Так, сейчас я наглядно покажу его. Фильтр этот. Так, интервал замены масла трансмиссионного в данной коробке вариаторный один раз в 40 тысяч километров. Значит, по поводу типа трансмиссионного масла, типа рабочей жидкости, АТФ-СП-3. АТФ-СП-3. Объем, полный объем заливаемого масла в этот вариатор равен 8 литрам. При замене раз в 40 тысяч сливаемый объем масла 4,3 литра. Ну, в основном 4 литра, слил-залил. То есть обходится 4 литрами. Так, вот он фильтр, который стоит внутри коробки. То есть он меняется, напомню еще раз, он меняется раз в 150 тысяч в коробке ЦВТ. То есть гарантийный срок. Так что, если владелец оставляет свой автомобиль в эксплуат... Ну, если владелец собирается эксплуатировать свой автомобиль дальше, то есть уже более чем 150 тысяч километров, то нужно будет снять коробку. Желательно заменить этот фильтр, промыть все блоки, промыть коробку и все это дело собрать обратно. То есть на коробках на Cherry TIGA 7 в вариаторах и Cherry TIGA 4 только существует один фильтр, он находится внутри самой коробки. Про работу коробки также, я думаю, рассказывать не вижу смысла. То есть вариаторы принцип работы, я думаю, знают, уже изучил каждый владелец. Напишите свой комментарий, может быть, что-то и рассказать надо будет о работе коробки, если интересно. Итак, дальше. TIGA 4 также поставляется с роботизированной коробкой передач. Роботизированная коробка передач. Это, по сути, та же механика, только вот с блоком управления с роботом, который переключает за вас передачи. В общем, эта коробка работает с двойным сцеплением. То есть, это роботизированная механическая коробка передач. То есть, передача переключается за счет передачи крутящего момента к вторичным валам при помощи двойного сцепления. Вот оно, двойное сцепление. Сейчас я вам наглядно покажу. Двойное сцепление. Интересная конструкция. Довольно-таки. Вот двойное сцепление. Довольно-таки такое массивное. Также у него интересный выжимной. То есть, такой вот двойной такой выжимной этого сцепления. Очень такая интересная конструкция. Сложная. Так вот, первичный, значит, у нас обеспечивает включение первой, третьей и пятой передачи. Вот. А второй, значит, обеспечивает включение второй, четвертой, шестой передачи и передачи заднего ухода. То есть, включение передачи осуществляется при помощи двойного сцепления. Крутящий момент двигателя подводится к одному из вторичных валов практически без прерывания. То есть, практически без прерывания происходит переключение передач. Эффективность данной коробки передач такая же, как у механической. Она обеспечивает снижение расхода топлива, если эту коробку сравнивать с гидромеханической коробкой передачи, которая, ну, с вариатором, так скажем, который устанавливается на Тега-4, на Тега-7, также устанавливается. Значит, про объем и тип трансмиссионного масла, то есть, объем заправочного и трансмиссионного масла в данной коробке 1,2 литра. То есть, тип масла, который используется здесь, по крайней мере, написанный, который в мануале, это БОТ-350М3 либо МТФ-75W. Аналоги, аналоги, в принципе, есть у разных фирм, производителей масел, но лучше использовать, конечно, оригинальные масла, дабы сохранить, дабы сохранить гарантию на данный агрегат, на данный узел. Кстати, также пишите в комментариях, если кого интересно состав ВИН-номера, что он означает на вашем автомобиле, также могу записать видео, то есть, что, какие буквы означает. То есть, по ВИН-номеру можно определить, какой объем двигателя, какая коробка и какой год производства. То есть, если интересно такое видео, также пишите свои комментарии, ребята. Такой интересный момент, у моделей бесступенчатой коробкой передачи, это вот мануал, то есть, масло меняется раз в 40 тысяч, для механических коробок, значит, раз в 30 тысяч. Так, что касается периода замены масла в секвентальной коробке передач, в роботизированной коробке передач, она же и роботизированная механическая коробка передач, по мануалу написано, что коробка, она не обслуживаемая, но это при идеальных условиях, да, то есть, все мануалы написаны, и рекомендации все написаны под идеальные условия эксплуатации, это плюсовые температуры, нормальная влажность и так далее, и тому подобное. То есть, по-любому, это масло, которое находится в коробке, в роботизированной коробке передачи, оно должно меняться, то есть, пока информации такой нет, буду делать запрос в технический отдел в Москву и далее все это дело вам расскажу, следите за каналом, пишите свои комментарии, даже не буду выдвигать предположения, то есть, как получу стопроцентную информацию о техническом отделе, так сразу сообщу вам, как и что. По поводу объемов масла, значит, типа трансмиссионного масла я рассказал, по поводу фильтров в вариаторе, которые используются, я также рассказал, ну, в общем, вроде как постарался ответить на интересующий вас вопрос по поводу коробки передач, то есть, какое трансмиссионное масло используется, какие литражи, то есть, объемы, какие масла, так, наверное, еще затронем коробку Тига 7 Pro, то есть, также про допуски масла сейчас постараюсь рассказать. Тига 7 Pro просили, значит, тип масла, какое используется, так вот, в мануал заглянул, значит, тип масла используется CVTF WCF1, то есть, сокращенно CVTF, то есть, это другое масло совершенно, которое заливается в этот вариатор, то есть, не такое, как на Тига 4, Тига 7, то есть, это новое масло, так скажем. Общее количество трансмиссионного масла, которое заливается, 7,3 литра, то есть, не 8, как в Тига 4, в Тига 7. Кстати, я до этого видео запилил по поводу общего объема масла 6 литров, там я немного ошибся, вот, то есть, общее количество масла, которое заливается в Тига 7 Pro, в Тига 8, вариатора, это 7,3 литра, то есть, все-таки при замене, я там, кстати, сноску делал, что практика покажет, либо какая-то информация новая будет по поводу полного объема, так вот, получается, 5,8 литров, это при замене масла слил-залил, и замене фильтра, то есть, у нас снова, общий объем масла, получается, ну, вот, 7,5 литров, да, если плюс-минус 0,2 литра, то есть, 7,5 литров в коробку входит, так что, вот такая вот новая информация, ребят, то есть, постепенно, также изучаю, вместе с вами учусь, век живи, век учись, всего знать невозможно, в общем, вот такая информация про объем масла и тип масла в коробку в вариаторе, на Тига 7 Pro и на Тига 8, всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok